Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня поговорим с вами о правильной подвязке томатов. Казалось бы, ну какие тут могут быть секреты? Подвязка и подвязка. Есть шпагат, есть растение. Накручивай и обкручивай растение вокруг шпагата или шпагат вокруг растения. А есть ли разница? Да и все секреты. На самом деле есть несколько нюансов. Один из наиболее часто возникающих вопросов у наших зрителей и комментаторов – как правильно подвязывать? По часовой стрелке обкручивать или против часовой? Существуют различные вьющиеся растения, которые обвивают опору либо по часовой, либо против часовой стрелке. И это свойство у них заложено генетически. Томат не является вьющимся растением. Поэтому в какую сторону вы будете его закручивать – по часовой или против часовой – не имеет значения. Иногда можно встретить информацию, что уж если вы начали закручивать по часовой стрелке, то строго закручивайте по часовой. Против часовой уже закручивать нельзя. На самом деле это миф. Вы можете в любой момент изменить направление закручивания стебля или шпагата вокруг стебля. Это никакого влияния особого не окажет на рост и развитие растения. Второй вопрос, который часто возникает – это как часто надо навевать шпагат на растение. Целью подвязки растения к шпагату является удержание вот такого неупругого падающего стебля томата на землю в вертикальном положении. Поэтому частоту обвивания не стоит делать слишком большой. Делайте ее через 3-4 узла. Просто для того, чтобы ваш стебель не падал и растение не деформировалось, чтобы оно чувствовало себя нормально. Но однако же подвязыванием шпагата можно регулировать скорость развития растения. Чем туже вы обвязываете, чем чаще вы обвязываете шпагат, чем больше петелек вокруг стебля вы делаете, тем менее благоприятны условия для развития вашего растения. Таким образом, частой подвязкой, вот таким частым обкручиванием верхушки можно отрегулировать скорость роста развития растений и также можно приостановить жирование. Это будет стрессовыми условиями, но об этом мы говорили как раз в ролике о том, как перевести растения из вегетативной в генеративную фазу. И здесь нам шпагат тоже очень помогает. Следующий нюанс, касающийся правильной подвязки растений, это как располагать шпагат. Над кистью цветочной или под кистью? На самом деле необходимо избегать обвиванием шпагата кисти. Лучше всего, если вот в том междоузле, где находится кисть, вообще, чтобы шпагата не было. То есть, обводить этот шпагат, не делать здесь такой сильный завиток. Однако же, есть интересное правило. Если вы хотите, чтобы ваше растение и дальше хорошо развивалось, как следует, обвивайте под кистью шпагатом, пропускайте шпагат под кисть, прямо вот под самую кисть. Если же вы хотите, чтобы отток питательных веществ усилился в созревающую кисть, то обвяжите шпагатом над кистью. Вы даже можете взять кусочек шпагата, но развивающаяся кисть может быть давно уже обвита каким-то образом. Не расплетать же вам все это растение и не переобвивать его заново. Возьмите просто кусочек шпагата и легонечко обвяжите, ну так, немножко затуживая зону над кистью. Тем самым вы ускорите развитие. Однако же, вот если у вас такая ситуация, как у меня, когда вот эта кисть уже начала цвести, здесь раз-два цветочка раскрылись, еще не опылились, третий в состоянии треснутого бутона, четвертый только-только раскрывается, а там пятый, шестой, седьмой вообще находятся в закрывшемся состоянии, то если мне надо продолжать, чтобы растение росло дальше, в этом случае я обвью шпагат над кистью. Если же мне надо, чтобы растение прекратило свой рост, и эта кисть будет уже последняя-предпоследняя, ибо уже конец сезона близок, в этом случае я буду обивать этот шпагат таким образом, чтобы он прошел под кистью, вот таким вот образом. И тогда таким вот способом отрегулирую скорость развития своего растения. Нельзя сказать, что это такой сильнодействующий способ, однако же и он является хорошим подспорьем для того, чтобы получить хороший урожай и вовремя. Что ж, на этом я прощаюсь с вами, всего хорошего!